В первой половине XVIII века Речи Посполитой переживала политический кризис. В чем были его причины? Почему, несмотря на попытки реформ, при августе II в Речи Посполите наступил кризис исполнительной, законодательной и судебной власти? На эти вопросы вы получите ответы при изучении темы «Общественно-политическая жизнь» в первой половине XVIII века. Обратим внимание на условные обозначения, которые напомнят о пунктах плана, подскажут важную информацию для записи в рабочую тетрадь и задания, которые вам предстоит выполнить. Вы узнаете об особенностях внутриполитического положения Речи Посполитой, о решениях немого Сейма, разберетесь в причинах увеличения российского влияния, сделайте вывод о том, что повлияло на углубление кризиса исполнительной, законодательной и судебной власти. Следует обратить внимание на основные даты, понятия и монархов, в годы правления которых предпринимались попытки реформирования. Возвращение на престол Августа II снизило напряжение в обществе. Сторонники Станислава Лещинского были помилованы, сапегом вернули их прежние должности и владения. Август II решил укрепить свое положение в Речи Посполитой через установление наследственной монархии. Это не устраивало большинство магнатов и шляхты. Противников таких преобразований ВКЛ возглавил великий гетман, а позже – и веринский воевода Людвиг Потей. Его влияние в стране было огромным. Будучи подскарбием ВКЛ, он даже чеканил на монетах вместе с государственным и свой собственный герб. На груди Людвига Потея мы можем увидеть высшую награду Речи Посполитой – Орден Белого Орла, которым его наградил Август II за помощь при его избрании. Северная война продолжалась. Над Речью Посполитой нависла угроза военного конфликта с Османской империей. Сторонники Станислава Лещинского решили воспользоваться ситуацией и поднять восстание. Август II ввел в Речи Посполиту саксонские войска. Это привело к началу восстания шляхты. В марте 1716 года была создана Генеральная конфедерация ВКЛ Вильна. Ее сторонники повсеместно боролись с саксонскими войсками. Август II не смог противостоять выступлению шляхта. Он был вынужден уступить и согласиться на российское посредничество в примирении с конфедератами. Договор между шляхтой и королем утверждался на сейме 1717 года, который продолжался всего один день. Его особенностью стало то, что шляхте во время его работы запретили использовать либерум вето и проводить дискуссии, поэтому текст договора был принят быстро и без обсуждения. А сам сейм был назван немым. В ходе дальнейшего изучения темы составьте характеристику решения немого сейма в форме предложенной таблицы. Постановление немого сейма ограничивали право короля, магнатов и шляхты. Монарху запрещалось раздавать должности из земли иностранцам. В свою очередь шляхте запрещалось самостоятельно созывать сеймики. Каждые два года должен был созываться сейм, независимо от королевской воли. Несмотря на тесную связь Августа II с Саксонией, в Речи Посполитой не имели права по решению сейма находиться саксонские войска и чиновники. Происходило реформирование армии. В то же время ограничивались полномочия гетманов. Именно они оказывали влияние на политику во время Северной войны. Сейм запретил гетманам свободно распределять налоги на войско и использовать солдат в частных целях. Вводил запрет на контакты с правительствами иностранных государств. Предлагаю вам видео поставить на паузу и найти в схеме два доказательства того, что военные и финансовые реформы были связаны между собой. В постановлении немого сейма прекратили вооруженные конфликты внутри государства и установили мир. Однако их историческое значение было больше. С одной стороны, на 50 лет особенностями государственного устройства Речи Посполитой стал принцип равновесия главных политических сил – короля, магнатов и шляхты. Но на деле проведенные преобразования ослабили позиции всех этих сил, и политическую систему Речи Посполитой охватил кризис. Россия была заинтересована в ослаблении Речи Посполитой и начала активно вмешиваться в ее внутриполитическую жизнь. В 1733 году во время выборов короля в Речи Посполитой начался конфликт между европейскими государствами. Франция, Испания и Сардиния поддержали Станислава Лещинского. Россия и Австрия были за кандидатуру Фридриха Августа Саксонского. Видение российских войск в Речи Посполиту обеспечило избрание королем сына Августа II Сильного. Обратимся к его личности. Фридрих Август Саксонский принял тронное имя Августа III. Фактически не правил государством. Большинство сеймов во время его правления были сорваны. В своей политике Россия стала опираться на магнатскую группировку, получившую название «Фамилия». Ее возглавляли представители рода Черторыйских и их родственники Понятовские. Фамилия вскоре стала и придворной группировкой при короле Августе III. Одним из создателей и лидеров группировки «Фамилия» был канцлер ВКЛ Михаил Черторыйский. Он выступал за реформу государственного строя Речи Посполитой при российской поддержке. Считалось, что он знал имена и фамилии 100 тысяч шляхтичей, их интересы и устремления. Королю он рекомендовал назначать на государственные должности не богатых, а способных людей. Обладал большой эрудицией, пользовался уважением современников. После смерти Черторыйского российский посол заявил, что в Варшаве не осталось никого, перед кем можно снять шляпу. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос, о каких личных качествах Михаила Черторыйского свидетельствует это высказывание. В начале XVIII века события Северной войны и решения немого сейма привели к опустошению казны, к утрате самостоятельности повитовых сеймиков. Они стали часто срываться при решении вопросов, так как шляхта утратила возможность принимать нужные ей решения. Такую сложную ситуацию в политической жизни Речи Посполитой подтверждает документы начала XVIII века. Предлагаю вам поставить видео на паузу и найти ответ на вопрос, каким образом шляхта решала спорные вопросы на сеймиках в XVIII веке. К углублению кризиса исполнительной и законодательной власти приводило несколько обстоятельств. Это забота Августа II и его сына больше о делах родной Саксонии, а не о проблемах Речи Посполитой. Так, Август III появлялся в Речи Посполитой только на заседаниях сейма. Это и борьба магнатских группировок, и регулярные срывы сеймов. В годы правления Августа III из 15 сеймов 14 оказались безрезультатными, что не позволило провести реформы войска в финансовой и судебной системе. Кризис охватил и судебную систему Речи Посполитой. Нехватка повитовых судей и долгое рассмотрение дел, обращение напрямую в главный трибунал ВКЛ, рассмотрение главным трибуналом решений сеймов теперь это стало невозможно, ведь, как уже упоминалось ранее, почти все сеймы срывались. Это еще больше углубляло кризис государственной власти в Речи Посполитой. Подведем итоги изучения темы. Для закрепления своих знаний предлагаю вам поставить на паузу видео и выполнить следующее задание. Проверьте себя. Все ли колонки таблицы по решениям немого сейма заполнены? Дополните свои записи. Вы пишите из таблицы букв 12 слов по изученной теме в свою тетрадь, обращая ваше внимание, что буквы используются только один раз и могут размещаться как по вертикали, так и по горизонтали. Составьте краткий вывод по теме урока из трех-пяти предложений. Надеюсь, что вы справились с заданием и сделали вывод о том, что за время правления августа 3-го в государстве углубился политический кризис. Сеймы по причине активного использования права либерум вета часто срывались. Снизился международный престиж страны. Главное место в реформировании играли решения немого сейма, но борьба магнатских группировок и бездеятельность правителей Речи Посполитой только углубили кризис исполнителей, законодательной и судебной власти. Подведем итоги. Если вы справились со всеми вопросами, то предлагаю выполнить для закрепления своих знаний задание под номером 1. Если были затруднения, под номером 2. Также можно выполнить задание по QR-коду на странице 146 в учебном пособии. Продолжение следует...